Я буду делать рекламу своему коллективу, потому что он находится в тысячи километрах от Москвы, это Ростов-на-Дону. Коллектив мой называется «Ансамбль индийского классического танца Натараджа». Но я буду делать рекламу индийскому классическому и народному искусству, народному танцу. Это важнее, чем наш коллектив. Сегодня я подготовила рассказ и показ о нашей авторской программе работы с детьми. Поэтому, если сейчас детки здесь есть среди публики, пожалуйста, я хочу пригласить на сцену. И мы проведем вот такой небольшой открытый урок. Я покажу, как мы занимаемся с детьми и расскажу родителям, что это дает, для чего нужны эти занятия. Сразу скажу, что занятие индийским танцем – это не просто вид развлечения, отдыха и не просто танцевальная практика. Это практика физическая, ментальная, интеллектуальная, духовная, эмоциональная, в которой нет аналогов в современном мире. Я повторюсь, нет аналогов. Я не знаю, честно говоря, с чем сравнить это искусство, практику этого искусства. Потому что, что касается физической нагрузки – это спорт. В стиле баратана, тем одессе, который я преподаю – это спорт. Без преувеличения, можно сказать. Что касается ментального развития, здесь я приведу примеры в течение нашего занятия. Что это связь со многими науками. Во-первых, с историей. История Индии, история культуры Индии, философия Индии. Дело в том, что сюжеты индийских классических танцев взяты из таких величайших памятников индийского культурно-литературного наследия, как Махабхарада, Ромайна, сказания о Кришне, Бурана и так далее. Сюжеты взяты оттуда. И когда дети или взрослые, кто занимается этими танцами, протанцовывают эти сюжеты, они, естественно, на подсознательном даже уровне впитывают мораль, которая содержится в этих мифах, легендах. Получают понятие о добре и зле, о любви, о сострадании. И в этом величайшая польза для духовного развития ребенка или взрослого. Я повторяю взрослые, потому что и у нас, и в Москве занимаются этими танцами как дети, так и взрослые. Дальше связь с такими науками, как санскрит. Вот мы сегодня будем немножечко изучать мудрые позиции ног. Я покажу самые простейшие. Вся терминология, вся теория на санскрите. И потихонечку, по капельке, таким образом, дети, взрослые получают знания. Дальше песни, под которые исполняются танцы. Очень много на санскрите этих произведений. И также на других местных языках Индии. Следующий аспект. Ну, о физической пользе для физического развития и для здоровья. Сейчас мы наглядно увидим, начиная с разминки. В эмоциональном отношении, индийский классический танец, эко-танец, театр. Почему? Потому что здесь мы должны уметь перевоплотиться в любой персонаж. В человека, в бога, в богиню, в героя и даже в животное. Вот сегодня мы будем разучивать танец в индийских животных. И вы посмотрите. Таким образом, вот, навык театрального мастерства, он помогает детям освобождаться от каких-то зажатостей, от каких-то комплексов и учит общаться больше с другими людьми, более продуктивно и свободно. В индийском классическом танце мы очень используем широко, это является изюминкой этого искусства, танцевальные мудры. А специалисты, которые занимаются пальчиковой гимнастикой, знают пользу этого. Это неимоверно развивает мышление и творческое воображение. Недаром руку человека называют продолжением мозга. Вот, таким образом, это навскидку та польза, о которой я хочу вам рассказать. Вот то, что мы, да-да-да, девочки уже готовы, но я попрошу разуться. Мы исполняем танцы босиком. И здесь мы массируем стопы, наши точечки, акупунктуры, да, которые расположены на стопах и связаны со внутренними органами. И тут же идет закаливание организма. Итак, да, девочки, вот туда вот на ступенечки перенесите, пожалуйста, свои тапочки. Сейчас мы без музыки пока начнем, да, потом, когда будет танец, мы под музыку сделаем. Итак, каждая... И еще интересный факт, кто из родителей с нами будет танцевать, будете получать подарки. Да. Пожалуйста, конечно, можно и взрослым, но просто я сегодня подумала, что если вызывать из публики кого-то дети, это безошибочный вариант, почему у них нет комплексов еще. Потому что вот сейчас нам приходят дети заниматься, они приходят танцевать. Как правило, взрослые девушки, и чем красивее девушка, тем больше комплекса. Почему, непонятно, непонятно почему. Ну, сначала мы освобождаем от комплекса, а потом мы учим танцевать. Никакими не медитациями, ничем, мы именно хорошим отношением, атмосферой, поддержкой, что все получится, не все так слишком сложно, как кажется. Вот, и постепенно человек верит в свои силы, приобретает уверенность в себе и танцует уже не думая, а как на меня посмотрят, а как я выгляжу, а вдруг я не смогу. Вот почему Москва огромная, очень много коллективов, у нас есть большие возможности, по сравнению с огромным населением Москвы, мало занимающихся. Идите, не бойтесь, не бойтесь, все получится. Потому что, когда я начинала заниматься в 31 год серьезно, мне казалось, это невозможно сделать, это вот просто за пределами человеческого организма. Сейчас я вот уже 20 лет серьезно танцую, и теперь я знаю, что все возможно. Итак, давайте начнем наш урок. По традиции, любое занятие в индийских танцевальных школах, каким бы то ни было классическим стилем, начинается с пранама или намаскарама. Это приветствие земле. Сейчас мы выучим с вами приветствие земле, матери земле в стиле паратонати. Пожалуйста, ручки расположим перед грудью, мудре, катакамукха первая, три пальчика вместе. Девочки, пожалуйста, три пальчика вместе. Представим, что у нас в руках гирляндочка цветов. Вот такая вот висит гирлянда, да? Вы все знаете, что в Индии не букеты дарят гостям, а гирлянды наши вешают, да? Ну, увидели всегда. Это такая традиция. Девочки, пожалуйста, максимально правильно выполняйте. Останьте в шахматном порядке. Алина, Алина, да, 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 вот так. Хорошо, хорошо. Алина, да, отлично. Да, чтобы быть правильным, смотрите, вот линия груди. Перед грудью локоточки нужно расположить параллельно полу. Здесь должен быть прогиб. О, грудь же мне помогает, слава богу. Мой коллектив выступал вчера, они уехали вчера, мне никому помочь. Так бы, конечно, мне было бы легче. Можно грудь же сделать маленькое замечание, потому что в стиле Катха, он прав. Но в стиле Паратанатим чуть-чуть мы должны опустить пониже. Да, вот чтобы вот этот треугольничек был. Если вот здесь мы проведем линию, вот здесь будет прямой угол. Понимаете, вот уже связь с геометрией, вот, вот связь с науками, о которых я говорила в самом начале. Уже в самом начале. Стиль Паратанатим очень геометричный стиль. Итак, девочки, расположим ручки, представим, что у вас гирлянда цветов. Дальше. Делаем шлепок правой ножкой. Так, так, Диме, левой. Таким образом, танцовщица извещала божество, когда она выступала раньше, в эпоху средневековую, ранее средневековую перед алтарем. Извещала божество, что она пришла танцевать для него. И у нее еще колокольчики нажны на ногах, да? Вот. Дальше мы делаем шажочек вперед. Нет, мы раскрываем ручки. Мудра Шикхара. Мудра Шикхара. Делаем круг, показываем, что нас защищают со всех восьми сторон света. Хранители, стихи, стихи, да, нас защищают по жизни, да? Итак, еще раз. Раз, два, потом стопы в стороны, стопы в стороны, брось. Обводим круг и медленно приседаем коленочки в стороны. Кто в штанишках, это проще, да? Кто в менюбке, это невозможно. Вы смотрите, мы должны сидеть на носочках. Наша попа находится над пятками, да? Пяточки друг к другу, попа сверху, носочки в сторону и коленочки в сторону. Приседаем. Приседаем. Дальше, мне надо микрофон сюда. Дальше мы в Мудрая Чатуро. Мудрая Чатуро. Вы попытаетесь скопировать. Сегодня у нас урок целый час. Это мы учим несколько месяцев. Прикасаемся к полу. К полу. Садитесь, пожалуйста, присаживайтесь, да. Потом почтительно к глазкам. Делаем мудру анжали. Перед груди мудру приветствия. И совершаем поклон. Вставайте, 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 вставайте. Совершаем поклон. Таким образом, мы поприветствовали Мать-Землю. Сказали ей... Хорошо сделали из этого намаскар. Да, вот девушка стоит в синем платье. Мне она понравилась очень. Таким образом, мы поприветствовали Землю. Поблагодарили ее за то, что она дает нам возможность жить, процветать и танцевать. Так, дальше мы попросили у нее прощения за то, что мы сейчас будем топать и нарушать ее покой. Вот уже духовность в индийском классическом танце с самого начала. Вот она. Вот она, маленькое зерно, что маленький момент, но он очень важный. Итак, давайте еще раз все вместе сделаем. Не под счет, а под слоги, ритмические слоги, которые называются сулюкатэ. Итак, так-ка-ди-ми, 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 диди-тей-та, диди-тей-та, диди-тей-та. Итак, обратите внимание, каким образом мы делаем поклон. Давайте сейчас проверим стили, правильно сделали поклон. Здесь есть маленький нюанс. Вот, смотрите, я вам покажу, как, и вы потом повторите за мной. Занимаемся. Ну-ка, теперь вы. Пусть я сберю. А, некоторые, правильно. Смотрите, парадонатте, одессе, такие стили, которые требуют очень хорошей осанки. Мы вырабатываем эту осанку. Зачем нам при поклоне вот такая спина? Нам не нужна такая спина. Вот, нам нужна прямая спина. Таким образом, грудью наклоняемся вниз. Пробуйте, пробуйте, да. Плечики назад, грудью вниз. Да, и лицо должно выражать слово «спасибо». Спасибо. Да. Вот, так, вот, хорошо. Нет-нет-нет, лицо не прячем. Лицо не прячем. Как можно больше мы должны, зрители, видеть лицо. Да. Спиночку, спиночку, спиночку. Ровненько, ровненько, ровненько. Пробей спиночку. Итак, для детей, значит, говорю, что спинка должна быть как столик. Ровненько, ровненько. Прямая спина. И ножки в позиции самопада. Что такое самопада? Ножки прямо. Само это прямо. Пада это стопы. Вот. Носочки вместе, пяточки вместе. Итак, давайте сделаем буквально три упражнения разминки. Я сейчас покажу, какая идет физическая нагрузка и как развивается пластика и координация движений. Итак, ну давайте, давайте поприседаем. Все-таки в позиции прередом. Потому что девочки у нас в мини-юбках многие. Да, есть, есть. Потому что позиция Мурманди, надо сидеть вот. Ничего страшного, а не дети. Ничего страшного? Хорошо, 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 хорошо. Так, давайте. В нескольких скоростях. Первая скорость самая медленная. Умножаем на два, будет вторая скорость. Умножаем на два, будет третья скорость. Умножаем на три, четвертая скорость. Понятно? Вот, этот принцип сохраняется во всех танцах. О, а здесь у нас связь с чем? Математикой. С математикой. Давайте, начинай. Замочек рук. Стопы в сторону. Стопы в сторону максимум. Итак, приседаем. И раз, два, три. Медленно. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сидим. Раз. Крячки в сторону максимум. Четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Заполняем движением. Время движением. Раз, два, три, четыре, пять. 5, 6, 7, 8, посидим, 2, 3, 4, медленно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, милочка ровненькая, вторая скорость, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, это я показываю, что нам вставать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, чувствуете нагрузку сюда? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, продолжайте, 1, 2, 3, 4, следующая скорость, на 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Это какой-то косметический танец. Видите, зря тратим деньги на тренировочной зале. Реально. 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 Это тренажерный зал. Это тренажерный зал. Ну, я вам сразу скажу, почему в тренажерном зале больше людей. Знаете, почему? Там мужчина есть. Важный момент, но не все. Еще не все. Отличный ответ, но еще не все. Думать не надо. Думать не надо. Здесь надо думать, считать, запоминать, петь, учить наизусть. Все вот это вот следить, координацию движения. Сегодня мы посмотрим, какая интересная координация движения и как это развивается. Вот. Но я думаю, те люди, которые пишут в своем статусе. Что главное в жизни? Саморазвитие. Это для вас. Это для вас, кто пишет саморазвитие. Хорошо. Сделали приседания, почувствовали нагрузочку сюда, как подкачиваются мышцы, бедро сверху. Теперь давайте делаем наклончики. Становимся вот так. Делаем наклоны. Ручки параллельно полу. Не должны висеть. Повторяйте, пожалуйста, замол. Я попробую. Начинаем в правую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Висим. Ровненько. Вот это все. Три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Немножки не сгибаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Висим. Ручка параллельно полу. Четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мужчины тоже могут это танцевать. Не стойте, чуть двигайте. Не только девушки. Ручки там, девушки. Шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Бок. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, и 4. 1, 2, 3, и... О, боже мой! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Спасибо, Боже! В общем, смотрите, я не видела, что происходит сзади и, в принципе, сзади, потому что само дело. Здесь смысл пластика в талии, да, нарабатываем пластику в талии. Сначала мы четко наклоняемся в сторону, растягиваем один бочок. И медленная скорость нам очень нужна, потому что чем дольше мы в ней наклоним, чем больше бочок растянется. В другую сторону, другой. Потом наш наклон вперед с ровной спинкой, да? Вот это, вот это. Потом руки сначала поднимаем, ну-ка, давайте. Наклон вперед, да, хорошо. Ручки сначала, спиночку прогнуть, молодец! Вот! И потом талия у нас работает, наклоняемся назад, назад, назад. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, теперь есть еще очень интересные прыжочки, которые называются прыжки в муруманди. Ну тоже, девочки, в платьях или ничего? Нормально. Нормально? Нормально? Хорошо. Прыгаем в позиции муруманди на счет. Гуруджи, вы посчитаете? Да. А, ладно, давайте. Я считаю, я считаю. Хорошо, хорошо, хорошо. С первой скорости начинаем. Давайте садимся в позицию муруманди, коленочки в стороны. Попа на пяточках. Попа на пяточках, это я понял. Музыка! Ну прям о них надо! Б Jess, нетры или нет лов. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Так много работа для этого. Если прибу, то я совсем потеряю. Хорошо. Спасибо. На самом деле, вот когда мы делали приседания в Бурманде, наши девочки продвинутые делают по 30 приседаний быстрых. И прыжки вот эти вот, если только в четвертой скорости, мы делаем 100 прыжков. 100 прыжков. Вот. Так. Хорошо. Теперь ритм и танцы. Для детей мы используем ритмические упражнения. Вы как все знаете, что в индийских танцах очень сложные ритмы. Их надо запоминать. Так. Итак, давайте попробуем вместе с детьми. Если вы думаете, что это просто, может чуть-чуть вы так не думаете. Дело в том, что когда мы изучаем, мы должны научиться считать до 6, до 8, до 7, до 9. Все думаете, что вы умеете это делать, но на самом деле, когда нужно двигаться и считать, это не так-то просто. Вот сейчас я вам покажу. И мы разучим с вами и с детьми одно очень простое ритмическое упражнение. На 1 мы хлопаем в ладоши. На 5 раскрываем ручки. Ножки с самопада, вы танцовщицы, так не стоим, как девочки обычные стоят, а танцовщицы вот так стоят. Самопада ножички, самопада, самопада. Итак, давайте просчитаем сначала ручки. 1, 2, 3, громче считайте. 5, 6, говорим? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Просто, 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 да, 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 да. Все, все хорошо. Теперь мы присоединяем движение ножек. А вот ножки у нас будут делать в разных скоростях, не в постоянной. Это медленная, да? На 1 мы сделали хлопок, на 5 раскрываем руки. А ноги будут убыстрять скорость. Итак, у меня здесь правая, с правой начнула, зеркально могу сделать, да? Давайте зеркально сделаем. Нет, нет, для детей я сделаю нормально. Значит, на 1 слепаем правой ножкой. На 5, 7. На 1, с правой. На 5, 7. Итак, давайте с хлопками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 5 раскрываем ручки. А вы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И на 100 секунд. Восемь, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Сейчас я вам покажу пример не из классического танца, а из народного танца. Из народного танца «Гвумар», где мы применяем этот принцип. Вот, посмотрите, пожалуйста. Танец свадебный «О красоте невесты». И вот она в конце, закрываясь покрывалом, мудро к этому хотаете. Попробуйте так. Да, да, да. Она закрыла покрывало. Ну, что я имею в виду, понятно? Вот она прикрывается, покрывала и уходит в сторону. Получается. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, смотрите. Ножки здесь делают простой стык. Приставной шаг. Не надо на носочки становиться. Смотрите, девочки. Давайте пойдем сюда, влево. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Это первый уровень тела у нас, да, ножки? Второй уровень – ведро. Что мы делаем? Городжи, почему вы в тапочку? У меня нуби грязные. Да? А вы думаете, тапочка чище? Нет, пол чище. Пол чистый. Ну, хорошо. Да. Значит, бедро мягенько. Девочки, мягенько. Раз, и... И возвращаем в другую сторону. Два, и три, и четыре. Он у нас подскальшик, подскальшик. Шесть, и семь, и восемь. Это очень просто, да. Потому что бедра и ножки – движения синхронизированы. Мы делаем одной ножичкой шаг, второй делаем шаг и переносим вес тела на другую бедру. Дальше поднимаемся. Вот это самое интересное. Покрывало. Давайте пока одну ручку. Так. Делаем. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, пять, и, шесть, и, семь, и, восемь, и. Вот вы здесь видите, уже мы не делаем раз, и, два, и, красный. Вот правой, она правой рукой. Вот так. Таким образом, у нас рука медленнее, чем ножки. Правильно? Ножки у нас раз, и, два, и, мы идем. А ручка? Раз, и, два, и, три, и, четыре. Попробуем. Пошли. И, раз, и, два, и, три, и, четыре, и, пять, и, во, 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 вот начались пазлы, да? Потому что наше тело хочет синхронизировать все части. Раз, и, два, вот что мы хотим. Правильно? Правильно. Это еще не все. У нас есть взгляд, который мы опускаем в пол, когда левая ножка идет. Смущенно. И выглядываем из-под покрывала. Раз. И когда ножка делает, Даруша, мед из покрывала. Ритм. Так. Делаем и, раз, и, два, и, за, закрылись, выглянули. Закрылись, выглянули. Закрылись, выглянули. Итак, давайте пойдем, пойдем, пойдем. И, раз, и, два, и, три, и, четыре, и, пять, и, шесть, и, семь, и, восемь. И, раз, и, два, и, три, и, четыре, и, пять, и, шесть, и, семь, и, восемь. Ой, а где наши танцовщицы? Уже все выучили, поехали выступать в Индию, наверное. Вот, вот наглядный маленький пример, где мы используем ритмы, да, разные. Ножки, одна скорость, ручки, другая скорость и так далее. Давайте поучим немножко наши мудры. Подойдите, пожалуйста, вперед. Остались самые смелые. А так всегда бывает, да, Гурджи, согласитесь? Приходит много девочек заниматься, остаются самые смелые. Итак, давайте поем на санскрите Асам Юта Хастави Йогу. Пожалуйста, будьте предельно внимательны, копируйте то, что я делаю. Все пальчики собрать. Две ручки возьмите перед собой. У меня микрофон в руке, я не могу. Двумя ручками, да, да, да. Ну, давайте, да, на стоечку мы поставим. И поем. Я пою, потом вы. На санскрите поем. Патакас. Ручки перед грудью, да, локоточки устали. Где-то для простоты. Если бородна, тем если будете изучать, я буду вас заставлять. Держать руки на тирамбом. Через несколько секунд дельтовидная мышца отвалится и все. Устанете. Подземестие. Патакас. Потом вы. Это означает, означает флаг. Название мудрое, это флаг. Три патако. Какой у меня палец сгибается? Безымянный. Это означает флаг из трех частей. Арха патака. Половина флага. Два пальчика согнуты. Картари мухага. Картари мухага. Очень просто означает ножницы. Похоже, да? Похоже на ножницы, да. Еще раз, это патакас. Патакас. Локти в сторону. Осанки правильно. Самопада. Три патако. Три патако. Арха патака. Арха патака. Картари мухага. Картари мухага. Итак, что такое патако? Флаг. Картари мухага. Полхага. Ножницы. Хорошо. Арха патака. Половина патака. Три патака. Флаг из трех частей. Хорошо. Дальше. Идем дальше. Их 28 штук. Маю рак йоу. Маю рак йоу. Это лицо павлина. Ну, как по-русски мы переведем. Мордочка павлина, да. Голова павлина, да. Безымянный и большой пальчик. И стык-стык. А вот это хвостик. Да. Арха чандра шчан. Арха чандра шчан. Арха чандра означает половина луны. Большой пальчик отставлен. Остальные все собраны. Давайте, девочки, правильно делаем. Арала. Арала – это изгиб. Вот, то есть, изгиб, например, тела, да, или какой-то, да, да, да. Вот мы рисуем мелочком изгиб, да. Шукатунда, кагам. Шукатунда означает голова попугая. Вот, смотрите, перышки, да. Да, да. Еще раз. Маю рак йоу. Маю рак йоу. Ой-ой-ой-ой. Вот так, вот так, вот так, да. Арха чандра шчан. Сложечки вместе, ножки вместе. Арала. Арала. Шукатунда. Кага. Еще раз, что такое Арха чандра? Половина луны, хорошо. Маюра. Голова павлина. Да, 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 да. Шукатунда. Попугай. Попугай, голова попугая. Хорошо. А вот это что по-русски? Айра. А, по-русски? А, она правильно, а нацинский говорит. А по-русски? А? Изги. Хорошо. Мужчишча. Мужчишча. Кулаки. Так, а вот теперь у девочек, как всегда, проблемы. Почему? Потому что они не умеют правильно держать кулак. Вот так всегда держат. Или вот так. Мишчишча. А кулак. Учитесь у мальчиков мудрее. Мужчишча. Потому что, если вы будете держать кулак так, вы, когда будете, отобьете палец. Итак, закручивайте пальчик вниз. Да. Мужчишча. Мужчишча. Означает кулак. Шитхаракешча. Шитхаракешча. Вершина. Капитха. Капитха. Есть в Идеи такой плод, дерево растет там, да, плоды, называется яблоко-слона. Похоже, вот по форме грецкий орех. Капитха. Капитха. Три пальчика вместе вот эти. Катака, муххага. Катака, муххага. Второй раз. Мужчишча. Мужчишча. Шитхаракешча. Шитхаракешча. Капитха. Капитха. Второй вид катакамухи. Два пальца сверху. Катака, муххага. Катака, муххага. Мужчишча. Мужчишча. Шитхаракешча. Шитхаракешча. Капитха. Катака, муххага. Вот трудная. Капитха. Копируйте, кто может. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот. Вот девушка в черном, мальчики, шортиках, вот ей подарочек, да. Вот за катакамуху. Вот, пожалуйста, очки у нее. Вот здесь вот девушка, хорошая девочка. Я не сказала, вот левушка стоит шортиком. За мудру катакамуха третья дается приз. Потому что это сложно. Молодцы. Спасибо. Браво. Итак, я не сказала, что означает катакамуха. Это браслеты. Вот мы как будто держим браслеты. Вот катакамуха браслеты. Да. Итак, что такое мушки? Что означает? Кулак. Кулак. Шитхара. Вершина. Вершина. А вот это катакамуха третья. Что означает? Первая или вторая браслеты. Да, да, да. Дальше. Сучи. Сучи. Это иголочка. Игла. Игла. Чандра-кала. Чандра-кала. Это серп месяца. Луна тоненькая. Да, серп месяца. Уходим, девочки. Под макоша. Перед грудью. Под макоша это бутон лотоса. Мы уходим. Сад-паси, растат-ха. Да, мы уходим. А, вот грудью подсказывает, что это такое сад-паси, ша. Змея-вума. Змея. 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 Итак, сучи. Сучи. Чандра-кала. Чандра-кала. Падмакоша. Падмакоша. Сад-паси, растат-ха. Сад-паси, растат-ха. Да, да, да. Как змея ползет? Вот, вот, вот. Падмакоша сухой. Дальше. Маляка Ширша. Падмакоша. Ширша. Голова оленя переводится название? Синь. Синька-муха, да. Синька-муха. Молодец. Вот подарочек учит девочка, да. Подарочек у вас, Синька-муха, хорошо. Да. Хорошо, не водка. А кофе с коньяком? А? Кофе с коньяком? Я пью. А-а-а. Так. Морда льва, да? Пушки у льва. Молодец. Умница. Дальше. Не поработала. Как булашча. Смотрите внимательно. Колокольчик. Безымянный палец воткнуть. Ладонь. Да. И остальные собрать. Вот колокольчик. Сделайте так. Да. Дили-дили-дили. Дили-дили-дили. А? А лопатма. А лопатма. А лопатма. А лопатма. Локоточки в сторону. Вот девушки хорошо делают. Локти только в сторону. Да. Полностью раскрывшийся цветок лотоса. А лопатма. Полностью. Девочки, вот так не держите. А то вы, ну что это такое? Вот так держите. Вот так. Итак. Млигаширша. Млигаширша. Симхамухага. Симхамухага. Не симхамуха. Симхамукха. Мукха. Мицо переводится. Мукха. Кангулашчан. Кангулашчан. Алопатмахага. Алопатмахага. Чатуро. Чатуро число 4 переводится. Посмотрите. Делайте вот дырочкой. Вот тут. Вот так делайте правильно. Пальчик сюда. Да. Большой пальчик сюда. Вот. Хорошо. А вы вспомните, мы уже эти мудро использовали для поклона матери земле. Да, вначале? Да. Ой, прекрасные глаза. Если вы не занимаетесь индийскими танцами, не упускайте свой шанс. Идите заниматься. У вас прекрасное внутреннее состояние. Да, девушка? Вы в красивом романтическом платье. А вот она засмущалась и смеется. Я на полном серьезе. А вот впереди. Ну, в розовеньком, вот его крылышке, в розовеньком платье. Вот, беленькая сумочка. Вот. У нее шикарное внутреннее состояние, откликающееся лицо. Понимаете? Да, вот. Аплодисменты. 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 Хорошо. Аплодисменты. Но еще не все у нас мудрые. Так, мы закручиваем. А, лопат, махаха. Чатуру. Да. Чатуру делаем. Да. Чатуру. А, лопат, махаха. А было вот так. Вот смотрите. Один шланг, право шаг, влево расстрел. Да. Вот это будет зубы демона. А это пчела. Понятно? Совершенно разные понятия. Да. Итак, рама расчива. Рама расчива. Да. Это пчелка летает. А ну-ка давайте над цветком покажем. Над цветком лотоса, как летает пчела. Да. Жужжит крылышки. Абсолютно верно. Вот девушка очень хорошо крылышками прожит. Вот платьица, да. Блондинка. Вот она тоже хочет подорочить. Так. Абрама расчива. Хамсасьо. Голова лебедя. Вот смотрите. Вот клюв, а вот это перышки у него, да, на голове. Да. Хамсасьо. Хамсапак шагага. Это крыло лебедя. Крыло. И вот смотрите. Вот у него это шея. Тут да. Вот крыношка. Вот лебедь плывет. Да. 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 Хамсапак шагага. Внимательно. Да. Тоже с дырочкой. Последняя строчка. Самдамшио. Самдамшио. Означает глагол хватать. Да. Мукула с чьего. Мукула с чьего. Это бутон любого цветка. Да. 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 Дальше. Тамра чудо. Тамра чудо. Это петух. 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 Три шулака. Три шулака. Это трезубец. Трезубец. Ну, в данном случае, бога Шивы. Трезубец. Да. Оружие. Оружие. И так, давайте, наконец-таки, выучим танец, который называется «Индийские джунгли». И мы будем использовать несколько мудр. Девочки, внимательно. Смотрите, у нас такой маленький простой сюжетик. Когда на лесную поляну, перед рекой, приходят несколько животных. Первое животное индийское – это кто? Как вы думаете? Слон. Мудрами Архачандры мы показываем уши слона. Итак, раз, два, три, четыре. Идет, обмахивает слон. Продолжение следует.